Пожалуй, самые известные и самые мрачные из психохирургических операций – это лоботомия. Пик ее популярности пришелся на 40-е годы XX века. Она стремительно вошла в практику многих врачей-психиатров и нейрохирургов, но также быстро, спустя всего два десятка лет, была запрещена в большинстве стран мира. Главная идея заключалась в лечении пациентов с психиатрическими заболеваниями, однако в результате была получена масса искалеченных судеб и нанесен непоправимый ущерб здоровью многих пациентов. Суть операции заключается в рассечении белого вещества лобной доли с одной или с обеих сторон, и в результате чего разрываются связи между корой лобной доли и другими отделами головного мозга. Ее в 1935 году разработал португальский психиатр и нейрохирург Эгэш Мониш. Доктор присутствовал на одной из конференций и его заинтересовал доклад, где рассказывалось о последствиях повреждения префронтальной коры у шимпанзе. Хотя акцент в докладе был направлен совсем на другое, а именно на трудности обучения обезьян после повреждения лобных долей, Мониша больше привлек тот факт, что после операции одна из обезьян стала очень спокойной и послушной. Спустя некоторое время он выдвинул гипотезу, что пересечение волокон в лобных долях может помочь в лечении части психиатрических заболеваний, в частности шизофрении. И в 1936 году была проведена первая такая операция. Но так как Мониш страдал подагрой, сам провести операцию он не мог. Ее выполнил нейрохирург Алмей Тлима. В ходе операции сами лобные доли не разрушались. Прорезалось лишь белое вещество в местах, где идет непосредственно соединение лобных долей с другими отделами мозга. Операция, по мнению психиатра, была как средство лечения в тяжелых и безнадежных случаях, когда пациенты своей агрессии могли причинить вред себе и окружающим. В общей совокупности Мониш провел около ста таких операций и пронаблюдал за некоторыми из своих пациентов. В конце 1936 года он опубликовал статью, в которой сообщались результаты оперативного лечения 20 пациентов. По данным наблюдений семь пациентов выздоровели, у семи наблюдалась положительная динамика и еще у шести не наблюдалось никакой динамики. Хотя доктор за все время наблюдал всего за несколькими десятками пациентов, остальных он попросту уже никогда не видел и многие данные основывались на субъективном мнении об улучшении, но тем не менее он активно писал статьи и книги о лоботомии. Непосредственно после публичных выступлений и высказываний в адрес Мониша было высказано критиком. Практикующие врачи считали, что последствия после операции сопоставимы с состоянием после тяжелой травмы головы и влекут за собой деградацию личности. Кроме того, такая операция чревата осложнениями в виде энцефалита, абсцесса и эпилептических приступов. Но было также много тех, кто поддерживал данный метод лечения. В 1949 году Эго Шмониш был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине за открытие терапевтического воздействия лейкотомии при некоторых психических заболеваниях. Время не стояло на месте, и лоботомию стали все чаще применять в практике. В начале 1940-х годов она уже вовсю использовалась в США. Особенно в годы Второй мировой войны, когда солдаты, поступавшие в госпиталя и испытавшие на фронте особенно сильное эмоциональное потрясение, становились очень буйными и агрессивными. Им проводилась данная операция. Хотя это было скорее для того, чтобы снизить расходы на содержание персонала, который был необходим, чтобы присматривать и ухаживать за такими пациентами. Одним из главных ее пропагандистов стал американский психиатр Уолтер Фримен. Он разработал новую методику проведения операции, при которой не нужно было сверлить череп. Назвал он ее «трансорбитальная лоботомия». Фримен нацеливал зауженный конец хирургического инструмента, напоминающего нож для колки льда, на кость глазной впадины. С помощью хирургического молотка пробивал тонкий слой кости и вводил инструмент в мозг. После этого движением рукоятки ножа рассекались волокна лобных долей головного мозга. В начале 1950-х годов в США проводилось около 5000 лоботомий в год. В промежутке от 1936 до конца 1950-х годов лоботомию прошли от 40 до 50 тысяч американцев. Показаниями были не только шизофрения, но и тяжелый невроз навязчивых состояний. Часто такую операцию проводили врачи, не имевшие хирургического опыта. Один только Фримен без хирургических навыков провел огромное количество таких операций. Он ездил по стране в своем фургончике, который назвал «лоботомобиль» и проводил операции в разных городах и селениях Америки. К слову, Фримен не был единственным, кто разъезжал по стране в таких фургонах. Таким образом, операцию можно было сделать чуть ли не на улице, проходя мимо. И зачастую они выполнялись в нестерильных условиях, что влекло за собой последствия в виде инфекционных осложнений. Но самой известной жертвой Фримена стала Розмари Кеннеди, дочь Джозефа и Роуз Кеннеди – сестра президента США Джона Кеннеди. С историей Розмари вы можете познакомиться в нашем предыдущем ролике. Ссылку на него смотрите в описании. В конце 1950-х популярность лоботомии стала угасать. Все дело в том, что после многолетних наблюдений стали видны все подводные камни. Было немало осложнений и последствий операции, много людей пострадало, некоторые из пациентов попросту превратились в недееспособных. Лоботомия вызывала такие плачевные последствия, как эпилептические припадки, большое прибавление в весе, потери координации, частичный паралич, недержание мочи. Например, у того же Фримена около 14% пациентов после процедуры скончались, тысячи превратились в тяжелых инвалидов, около четверти остались жить с интеллектуальными возможностями домашнего животного. И лишь небольшая часть чудесным образом излечилась от душевных недугов. Следует сказать, что лоботомия широко применялась не только в США, но и в ряде других стран мира, в число которых входили Великобритания, Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания, Япония, СССР. Когда стали очевидны серьезные неврологические и психоэмоциональные последствия лоботомии, она была запрещена во многих странах на законодательных уровнях. В СССР эта операция была запрещена в 1950 году. В США лоботомию перестали использовать главным образом благодаря психоактивным препаратам. В 1954 году была выдана лицензия на хлорпромазин, первое лекарство от шизофрении. Препарат назывался Торазин в честь Тора, древнескандинавского бога Грома с молотом в руках, призванного защищать человечество. Торазин работал, поскольку у людей с шизофрении явно уменьшились галлюцинации и бред – то, чего лоботомия никогда не достигала. К 1955 году стал доступен антидепрессант Тафронил, а также препарат для борьбы с тревожностью Милтаун. Сейчас психиатры прописывают препараты, побочные эффекты от которых могут быть устранены просто прекращением их приема, в отличие от разрушающей мозг операции с необратимыми побочными эффектами. Карьера Уолтера Фримена закончилась плохо. Отвергнутый медицинским сообществом, он переехал в Калифорнию и начал искать новые категории пациентов, в которых можно было оперировать, включая матерей с депрессией или гиперактивных детей. Самым младшим из оперированных был 4-летний мальчик. В 1967 году он в третий раз прооперировал Хелен Мортенсен, которая умерла через три дня от внутричерепного кровоизлияния. По этой причине он был лишен права заниматься медицинской практикой. Фримен провел остаток жизни в поисках искупления, разъезжая по стране и пытаясь найти бывших пациентов, чтобы доказать, что он улучшил их жизнь. Он умер от рака толстой кишки в 1972 году в возрасте 77 лет. Сегодня многие считают Фримена монстром – американским доктором Менгелем. Сейчас лоботомия уже является частью истории медицины. О ней упоминаются в различных книгах и фильмах. Если говорить о кино, то ее показывают в триллерах и фильмах ужасов. Оно и не мудрено, ведь даже от мысли о такой операции стынет в жилах кровь. А пока на этом все. Подписывайтесь на канал, ведь впереди вас ждет много новых и интересных историй. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова